МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алматинская область расширяет международное сотрудничество отныне в списке потенциальных инвесторов в голландцы. Сегодня Талдукурган посетили представителей сельскохозяйственных компаний Нидерландов. Главная цель – укрепление двустороннего сотрудничества и реализация совместных проектов в сфере тепличного хозяйства с аграриями Алматинской области. О чем договорились стороны, расскажет Наталья Хоменко. У Казахстана с Нидерландами давнее отношение. Королевство – крупнейший иностранный инвестор, вложивший в экономику страны 66 миллиардов долларов за последние 10 лет. Сельское хозяйство – главный сектор сотрудничества. Объем торговли сельскохозяйственной продукции с Казахстаном превысил 100 миллионов евро. И показатель этот голландцы намерены только наращивать. Алматинская область – привлекательный для них регион. Они планируют развернуть у нас крупнейшее производство по переработке картофеля и увеличить территории тепличных хозяйств. Мы не первый раз в Казахстане. И на прошлой встрече с Акимом области мы договорились о проведении торговой миссии. Здесь, у вас, в Талдыкургане. И он очень нас в этом поддержал. И вот мы здесь. Приехали встретиться с вашими аграриями. Для того, чтобы не только расширить двустороннее сотрудничество, но и поделиться своим опытом в ведении сельского хозяйства. В частности, развитие тепличной отрасли. У вас большой потенциал. У нас инновационные технологии. И благодаря такому взаимовыгодному симбиозу мы можем выстроить довольно успешную модель двустороннего сотрудничества. Нидерланды – мировой лидер в тепличном хозяйстве. Средний объем урожая в теплице, к примеру, томатов, они уже довели до 100 килограмм с одного квадратного метра. Местные аграрии пока собирают не выше 20. Площади теплиц составляют сегодня 80 гектаров. На следующий год их планируют увеличить как минимум вдвое и начать заниматься разведением не только овощей. В Алматинском регионе где-то около 100 гектаров еще. И в Павлокурганском 20-30 гектаров. Цветочная продукция, я думаю, длинная доля вся завозится. Я думаю, эти торфяки сбиты рядом – это тоже актуальный вопрос. Нидерланды занимают второе место в мире по объему экспорта сельскохозяйственной продукции. На казахстанском рынке представлено более 40 голландских компаний. Почти половина из них приехала в Толкурган, чтобы найти новых бизнес-партнеров и поделиться с нашими аграриями передовым опытом ведения сельского хозяйства. В приоритетных планах зарубежных гостей – сотрудничество как в тепличном хозяйстве, так и в животноводстве. Я хотел бы выделить три сектора, которые потенциально очень важны и у них огромный потенциал для успешного развития между нами. Первое – это растеноводство и тепличное хозяйство. Второй сектор – это молочная промышленность. И третье – это птицеводство. Я рад, что нам удалось привезти сюда представителей известных и высокопрофессиональных голландских компаний, которые хотят расширить взаимовыгодное сотрудничество. Мы видим большой потенциал Казахстана стать поставщиком сельскохозяйственной продукции на все соседние рынки. Поэтому мы считаем, голландские технологии, наработанный опыт, огромные экспертизы, которые мы с радостью привезли сегодня и представили нашим казахстанским партнерам, помогут расширить действующий бизнес и построить новый. В этом наша миссия. Сегодня в стране зарегистрировано свыше тысячи совместных Казахстана-нидерландских компаний. Одна из них реализует свой проект в Уигурском районе. Строится теплица на две тысячи гектаров. И это заверили иностранные инвесторы. Только начало их привлекли созданные условия в местных индустриальных зонах и огромный потенциал региона в развитии аграрного сектора. Наша компания существует более 60 лет. И мы работаем по всему миру. Сейчас мы фокусируемся на четырех странах. И одна из них Казахстан. Сюда мы пришли работать пять лет назад. И за это время реализовали четыре крупных проекта. Один из них у вас в Чунже. Теплица по инновационной технологии с использованием термальных источников. Наша цель – рынки Алматинского региона и Астаны. Но в ближайших планах расширение и выход на экспорт. Потому что здесь строить бизнес комфортно. И мы намерены использовать ваш индустриальный потенциал для размещения наших предприятий и реализации совместных проектов. Заинтересованы голландцы и в большом соседнем рынке сбыта. А таким, как Китай, Казахстан должен стать главным поставщиком экологически чистой сельхозпродукции в Поднебесную, считают они. И готовы поделиться всем своим наработанным опытом и стать главными союзниками в деле продовольственного обеспечения всего евразийского региона. Через две недели начнется уборка сахарной свеклы. В Сарканском районе под эту культуру отвели 1600 гектаров. Алматинская область намерена вернуть былую славу производителя сахара. А последние пару лет в регионе активно увеличивают посевные площади. К делу подключились молодежь и ветераны. Этот участок Сарканского молодежного ресурсного центра. Территория в 5 гектаров засеяна сладким корнеплодом. И хотя для них это дело новое, благодаря применению передовых технологий есть все шансы увеличить урожайность. Рядом расположились 10 гектаров Совета ветеранов. Общими усилиями можно значительно улучшить экономические показатели Сарканского района, уверены свекловоды. В прошлом году наша ветеранская организация 7 гектаров посеяла. В этом году их увеличила на 10 гектаров. Но вы как видите, сход неплохой. И где-то примерно 350-400 центнеров с гектара. Думаю, получат урожай. Главная цель проекта – выполнить поручения главы государства по возрождению сахарной свеклы. Кроме молодежи города Саркан подключились активисты сел Якаша и Алмала, которые также взяли по 5 гектаров под сахарную свеклу. Большой вклад в общее дело вносят и труженики республиканской программы «Жасла-Лель», которые держат весь процесс выращивания на особом контроле. Всего 138 человек задействованы в этом. Поддержка руководства области, помощь в реализации урожая, открытие сахарных заводов уже дало первые результаты. Выращиванием свеклы в Сарканском районе заняты более 120 хозяйств. Узнать, что их беспокоит на данном этапе, приехали представители областного управления сельского хозяйства. Выслушав рекомендации и выяснив наболевшие проблемы, специалисты заверили аграриев в успехе общего дела. В прошлом году Сарканский район засеял около 1200 гектаров сахарной свеклы, а в нынешнем году эта цифра увеличилась до 1600 гектаров. Мы намерены собрать более 57 тысяч сахарной свеклы. У нас есть 10 свеклоуборочных комбайнов. Вся техника исправна. Мы готовы к уборке урожая. Думаем, что сбор займет у нас меньше месяца. Первую партию сарканской свеклы на Аксусский сахарный завод повезут 27 сентября. Два месяца будет идти прием урожая. Ближе к зиме начнется переработка собранного урожая в сахар. Как известно, один в поле не войн, но есть исключения. В селе Желанаш Раимбекского района благодаря госпрограмме Туанжирье Туундетек учитель начальных классов школы имени Сарсенбая Бесимбетула на собственные средства обновила свой кабинет. Азаджимаханов продолжит. Гульнара Метказа – одна из уважаемых и верных своей профессии учителей. В этом году она приняла учеников первого класса и отремонтировала учебный класс на свои средства. Для меня школа – это второй дом. Именно поэтому я по госпрограмме решила сделать ремонт в своем кабинете. Ведь ребятам, которые впервые сядут со школьной парты, будет приятно. Обновились не только сам кабинет, появились новые парты. Окна со шторами и интерактивная доска. На все это учитель потратила 350 тысяч тенге. Гульнар очень сильно любит свою работу. Она ей полностью отдается. Именно поэтому она сделала это благородное дело. Очень рады и горды за нее. Отметим, что в этом году 20 выпускников этой школы приняли участие в ВНТ. 14 из них стали обладателями образовательного гранта в ведущих вузах страны. Все они – ученики Гульнара Метказы. Азадж Маханов, Аманжол Жонкешев, телекомпания ЖТСУ, Раймбекский район. Сегодня Аким Талдукурган отчитался перед депутатами городского масляхата. Багдад Красаев рассказал о состоянии экономики веренного ему участка. По данным градоначальника, с начала года произведено продукции на сумму более 17 миллиардов тенге. Положительная динамика заметна и на рынке труда. На сегодня только в сфере малого и среднего бизнеса трудоустроено около 30 тысяч человек. Значительно увеличился объем строительства жилых домов. Сейчас в областном центре возводятся 11 многоэтажных домов, 6 из которых будут сданы до конца текущего года. Еще 5 жилых домов строятся на средства инвесторов. Под особым пристальным вниманием находятся вопросы благоустройства, ремонта и содержания дорог, проведения газопроводных сетей областного центра. Депутаты положительно оценили работу градоначальника, который отметил, что все поставленные задачи выполняются, а работа в этом направлении будет продолжена. В следующий период бюджета у нас выполнили все прогнозы на 150 процентов. Все поступления у нас на 26 процентов. Здесь практически вопросов у нас нет. Мы на 99,8 процентов расходили. А среди у нас есть, на то, что мы не будем работать, что у нас есть увеличение. Тулегена Кулахметова, пенсионера из Уштоби, с предстоящим днем рождения поздравил заместителя Акима области Жахславумар, бывшему животноводу, ударнику коммунистического труда и обладателю звания Герой социалистического труда. 8 сентября исполняется 80 лет. Жахславумар пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни. Аксакал с супругой воспитали четверых детей. Нынче у них 10 внуков и 11 правнуков. В Каратальском районе проживают около 23 тысячи жителей. Из них 30 в советское время были удостоены звания Героя труда. Хочу выразить огромную благодарность руководству нашей области за такую заботу. Каждый год они не забывают о нас, Героях труда. Они проявляют огромную заботу, дарят ценные подарки. Когда-то и автомобиль получал. А также награждают нас каждый год орденами и медалями. Спасибо им. Продолжаем выпуск с событиями в мире. Волна протестов прокатилась по США в ответ на решение президента Дональда Трампа отменить программу Дака, известная как «Мечтатели». Она защищает от депортации нелегальных мигрантов, ехавших на территорию страны еще детьми. Одна из самых массовых акций прошла во вторник у башни Трамп Тауэр в Нью-Йорке. Среди ее участников много молодежи и студентов. Многие из них приехали в США совсем маленькими. Выросли в этой стране, а теперь им грозит депортация на родину родителей, которую они практически не знают. При этом остальные члены семьи, не вышедшие из серой зоны, останутся в стране. Провальной и жесткой назвал новую стратегию Белого дома экс-президент Барак Обама, который ввел программу «Мечтателей» своим указом в 2012 году. Ураган Ирма достигнет накануне максимальной пятой категории мощности. Скорость ветра в его эпицентре составляет не менее 265 километров в час. В течение этой недели Ирма приблизится к побережью Ямайки и Багамских островов. Она обрушится на Антигуа, Барбуду и Сен-Мартен. Места, где шторм пройдет, по прогнозам, выпадет не менее 25 сантиметров осадков, а высота волон может достигнуть 8 метров. В среду Ирму готовится встретить Пуэрто-Рико и Доминиканская республика. Режим чрезвычайной ситуации действует в Пуэрто-Рико. Администрация этой страны уже подготовила специально оборудованные убежища. Было закуплено продовольствие на десятки миллионов долларов. Полиция провела обыски в квартире президента Бразильского олимпийского комитета Артура Нузмана. Его подозревают в подкупе чиновников МОК перед выборами столицы Олимпиады-2016. Местные СМИ сообщают, что выданы ордеры на арест еще двоих людей, чьи имена не разглашаются. Как считает следствие, деньги они получали через офшоры. Во вторник финансовая прокуратура Франции также сообщила о масштабной коррупционной схеме в МОК. В частности, прокуратура нашла доказательства, что некоторые члены этой организации получили взятки в обмен на свои голоса при выборе городов-хозяев нескольких крупных турниров. Число мусульман-рохинджа, спасающихся от насилия в Мьянме и ищущих убежище в соседнем Бангладеше, достигло 125 тысяч. Этот исход и связанные с ним страдания мужчин, женщин и детей побудили генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша направить официальное письмо в Совет Безопасности, в котором он выразил свою обеспокоенность, предложив различные шаги для прекращения насилия и разрешения лежащего в его основе многолетнего конфликта. Информацию подготовил Ануар Роман Гильдинов по материалам интернет-ресурсов. В Магастаусской области воинской части пограничные службы КНБ открыли Аллею Славы. Посетители встречают портреты дважды Героя Советского Союза Талгата Бегильдинова, космонавта Айдына Аимбетова и других людей. Подробности в блоке республиканских новостей. В центре аллеи расположена скульптурная композиция, посвященная всем погибшим морским пограничникам, в том числе и Баглану Акбекову. Старшина ушел из жизни пять лет назад при задержании нарушителей государственной границы на Каспии. Посмертно героя наградили орденом Айбен второй степени. При школах и детских садах возводятся мини-комплексы по выращиванию овощей. Сейчас в сельских округах уже насчитывается порядка 15 теплиц. В них высаживают помидоры, огурцы, баклажаны и свеклу. Свежие овощи отправляют в столовые учебных и дошкольных учреждений. Это позволяет не только обеспечить детей разнообразным питанием, но и сэкономить бюджетные средства. Отметим, что в этом году местные власти выделили каждой сельской школе по земельному участку для посадки картофеля. В Кокшетау начато строительство 11 километров подъездной дороги к городу. Она будет расширена до шести полос. Проект стоимостью почти в три миллиарда тенге финансирует республиканский бюджет. Помимо этого в областном центре завершается капитальный ремонт трех участков улично-дорожной сети для разгрузки центральных улиц. Буквально через год в Кокшетау со стороны Астаны можно будет заехать с шести полоски. Сейчас на этом участке, который пока является обычным двухполосным дорожным полотном, вовсю кипит работа. По словам строителей, четыре километра сдадут к ноябрю. Еще семь планируется завершить в 2018 году. В Карагандинской области задерживается строительство трех новых школ из-за судебных тяж подрядчиков. Все учебные заведения должны открыться в следующем году. На эти цели из республиканской казны выделено порядка двух миллиардов тенге. В Караганде строительство школы уже началось, несмотря на то, что текущие и потенциальные подрядчики отстаивают свое право на проведение работ в суде. А в Тимуртау и поселке Саршаган в стройке еще не приступали. Все претенденты конкурса на выполнение строительных работ были отклонены, а конкурс признан несостоявшимся. Теперь подрядчики оспаривают решение конкурсной комиссии в суде, что мешает провести повторный конкурс. Обзор из публиканских новостей подготовила пана Анитова по материалам интернет-ресурсов. Лучшую молодую семью выберут в Талдукургане. В областном центре начался прием заявок на участие в конкурсе «Менгелек ель, менгелек отпасе». Об этом во время брифинга в СЦК сообщил руководитель управления по вопросам молодежной политики Алматинской области Айден Нурмухамбетов. Условия состязания остаются прежними. В мероприятии могут принять участие семьи, где возраст каждого из супругов не превышает 29 лет, которые воспитывают детей с 4 до 6 лет. Молодым семьям предстоит пройти 4 тура. Это и спортивные викторины, и творческие номера. Кроме того, жюри оценят знания детей о традициях и обычаях казахского народа. Это главная изюминка состязания, говорят организаторы. Ведь основной целью конкурса является сохранение культуры, повышение престижа молодой семьи в современном обществе, укрепление семейных ценностей, а также реализация государственной молодежной политики. Отметим, мероприятие проводится уже седьмой год подряд в преддверии Национального дня семьи. Из года в год желающих принять участие в конкурсе «Лучшая молодая семья» становится больше. Всего по Алматинской области поступило свыше 200 заявок. В нынешнем году мы планируем провести в Талдукургане. Победители получат сертификат на покупку мебели и бытовой техники. Кроме того, в этом году мы планируем включить новую номинацию «Молодая семья» в ежегодный конкурс «Кош-баш-ше». До конца года хотим провести большой форум сельской молодежи. Трехязыч – это одно из основных приоритетов Казахстана. В Талдукурганском дворце языков состоялась областная олимпиада на знания казахского, русского и английского. Участие в ней приняли 14 человек из разных городов и районов нашего края. Возраст участников был ограничен. Соревновались юноши и девушки от 18 до 22 лет. Как говорят организаторы, такого рода мероприятия предоставляют молодым людям хорошие шансы на трудоустройство. Специалисты, владеющие несколькими языками, предпочтительны как на государственной службе, так и в частных компаниях. Основная цель конкурса – привлечение молодежи к познанию языков. Победитель областных состязаний отправится на республиканскую олимпиаду, которая состоится в октябре этого года. В общем, дается три часа, из которых полтора часа уходит на написание эссе. Написание эссе является первым туром. Из пяти предложенных тем участники выбирают одну тему и пишут эссе на трех языках. И на остальные два тура уделяется по полчаса. В общем, три часа дается участникам на участие в этом конкурсе. В Ильинском районе в селе Байсерке создан детский ансамбль «Домбристов Ки-Дубере». Руководитель проекта Халамкас Бексултанова уверена, таланты надо находить и поддерживать. Юные музыканты уже успели дать первый концерт. Сыграли произведения «Курмангаза» и «Татмбета». После представления депутаты районного маслехата пожелали ребятишкам удачи в начинаниях. Благородное дело по продвижению национального искусства в рамках проекта «Домбра. Голос казахского народа» взяло на себя общественное объединение «Нуршат-Нур», выигравшее на ярмарке социальных идей и проектов для неправительственных организаций «Гранд Акима области» в размере 500 тысяч тенге. На эту сумму приобретен большой музыкальный центр и 15 единиц «Домбры». Сейчас наш ансамбль «Кюй-де-Бере» состоит из 14 детей. В их числе ребята из многодетных и малообеспеченных семей. Занятия проводятся бесплатно. Никто не пропускает занятия. Интерес к «Домбре» растет у юных музыкантов с каждым днем. В Талтугургане сегодня стартовал отборочный чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике. Порядка 140 человек со всей страны будут бороться за право попасть в состав сборной республики для выступления на мировом чемпионате. О первом дне состязания расскажет Дамир Анитов. У звезд казахстанской тяжелой атлетики подрастает достойная смена. Своё мастерство и тактическую подготовку они демонстрируют уже сегодня. Самые перспективные новички – это Юлия Потасова, Айгер Маулбек, Наталья Бедрик, Игорь Сон, Линдер Альберт и Селимхан Абубакиров. Именно они сегодня представляют нашу область на республиканском уровне. Но будут выступать все. Все первые номера будут выступать. Но не в полную силу, кто в Ашхабад едет, а остальные будут выступать. Вы увидите Рахимова, олимпийского чемпиона, Линдера, чемпиона Азии, Горичу, призерку олимпийских игр, Чонтея, сейчас третьим стал на универсиаде. Все первые номера будут выступать. Жесткая конкуренция на турнире – одно из условий полноценного отбора. Ведь чем труднее спортсменам бороться за первенство на домашнем чемпионате, тем легче им будет противостоять иностранным конкурентам. Напомним, чемпионат мира по тяжелоатлетике пройдет в США. С 28 ноября по 5 декабря. Про состав ветеранов ушли со спорта. Нам нужно пополнение нового состава. И вот новый состав сегодня мы увидим. Вот есть молодые перспективные спортсмены. Вот Патасов Аюля 2002 года, Аулбек Агирем 1998 года. Ну а осталось у нас Елисеева Сталдукургана, Горичева Карина 1993 года. И мы в течение этих соревнований должны просмотреть их боевую готовность, что они представляют на сегодняшний день. Ну и сразу в следующий год у нас Азиатские игры. Очень ответственные соревнования, летние Азиатские игры. И мы должны этих ребят уставлять. Ну, цель наша готовить в Токио 2020 год. В первый соревновательный день копилка Алматинской области пополнилась двумя золотыми медалями. Их завоевали молодые и перспективные штангисты. В весовой категории до 53 килограмм лучше стала Айгера Маулбек. А в весе до 48 килограмм лидировала Юлия Патасова. Окончательные итоги чемпионата будут подведены 11 сентября. Это была последняя информация на сегодня. Оставайтесь на нашем телеканале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин